Руководители здравницы гостевых домов, предприятий ЖКХ и образовательных учреждений, представители общественности, более 500 участников обсудили итоги курортного сезона. С докладом об итогах работы за лето выступила первый заместитель главы Светлана Ировая. 1 октября текущего года на территории Анапы зарегистрировано 4 миллиона 138 отдыхающих. Из них организованный сектор 1 миллион 714 тысяч, дети 1 миллион 312 тысяч, неорганизованный сектор 2 миллиона 324 тысяч. Таким образом, коэффициент для грузки предприятий золотого курортного корпуса в сезоне в среднем составе 93 агентства. Объем услуг за 8 месяцев составил 3 миллиарда 840 миллионов рублей. Там просто по сравнению с прошлым годом составил 110%. Полученные средства направили на капитальный ремонт и строительство дорог 52,5 миллиона рублей, 55 миллионов на развитие коммунальной инфраструктуры 40 миллионов рублей на подготовку к учебному году. Отличительной чертой курортного сезона 2014 стал его ранний старт. Пиковые нагрузки предприятий санаторно-курортного комплекса были отмечены уже в начале июля. Возрос и спрос на услуги по отдыху, оздоровлению и лечению в Анапе. Здравницы курорта вложили в развитие 2 миллиарда 560 миллионов рублей. С 1 июля 2015 года предоставление гостиничных услуг и услуг по временному размещению, проживанию не допускается без свидетельства о присвоении категории. В Анапе по международной системе классифицировано 77 объектов, в работе еще 17. Активизировать эту работу потребовала Светлана Яровая. Этим летом в Анапе работало 106 пляжей и 130 спасательных постов, на которых дежурили 590 матросов-спасателей и медперсонал. На оборудованных пляжах было установлено 215 кабин для переодевания, 175 навесов и тентов, 930 урн, 65 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Оборудовано 98 спортивных и игровых площадок. На пляжах 30 санаторно-курортных учреждений работали 63 камеры видеонаблюдения, из них 50 на пляжах детских здравниц. На всех общественных пляжах были установлены камеры хранения. 92 сотрудника МУПАКу ежедневно проводили санитарную очистку пляжей от мусора и водорослей, просеивали верхний слой песка. В уборке были задействованы 24 единицы техники, в том числе новая машина, просеивающая песок на глубине 30 сантиметров. Среди ответственных и добросовестных пользователей пляжных территорий необходимо отметить центральный пляж МУПАКу, руководитель Дмитрия Васильевича Пабандумова, отель «Давер» Игорь Николаевич Абурцов, отель «Девера», Светлана Анатольевна Осважнен, пансионат «Кристалл» Александр Анатольевич Дмитров, центр отдыха «Сибур» Дмитрий Константинович Игорь и многие другие. В 2014 году в Анапе работало 25 туристских организаций по 45 маршрутам и 17 объектов турпоказа. Более 1 миллиона 770 тысяч рублей побывали на экскурсиях, прирост составил 12% по сравнению с прошлым годом. Разработана новая система движения экскурсионных автобусов с учетом транспортно-пассажирской логистики, с двумя основными терминалами для стоянки автобусов – у торгово-развлекательного центра «Красная площадь» и в Витязеве. Разработать эту схему до конца текущего года – поручение первого заместителя главы. При полной летней загрузке руководители курортных предприятий Анапы нашли возможность принять граждан Украины, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обеспечив их полным пансионом, одеждой, вещами и продуктами. Ряд поручений по итогам совещания дал глава курорта Сергей Сергеев среди них расторгать договоры аренды с арендаторами пляжей, которые после сезона оставили грязь. Я требую всех на время. Там, где можно расторгать договоры аренды, а мы сегодня уже проговаривали с нерадируемыми и спортирующими организациями, пожалуйста, расторгайте и отдавайте на законных основаниях те, кто хорошо ухожен за граждан. Организацию сезонной торговли мы в корне пересмотрим. То, что произошло в декабре-анвале прошлого года, когда, ну давайте я откровенно скажу, мне подсунули постановление об увеличении количества этих точек. Я два раза на одни грабли никогда не наступаю. Сегодня определяется достаточное количество. Мы определяем, советуемся и беря, прежде всего, во внимание мнение предпринимательского сообщества. Она будет необходимое количество временных сезонных торговых точек и больше их не будет. И отдельно мы обратим внимание на их внешний вид. Я не говорю умышленное слово «единобразие», но внешний вид – это наше лицо, их месторасположение. Готовиться к курортному сезону заранее призвал чиновников и руководителей управлений глава Анапы Сергей Сергеев во время очередного объезда города. Вот это что такое? Вот смотрите, вот этот магазин можно привести в пример, да? Можно? Хотя тоже восторга не вызывает. А вот это что такое? А? Вот посмотрите, покрытие. Разве это нормально? Ступим, вот центр. Вот это вот быть здесь не должно быть. Вообще на проходных улицах вот эти вот экскурсии, они должны быть вторыми. Не должны они посреди кальтуара стоять. Сейчас надо начинать. Вот мы начали, мы говорим сейчас о городной тезоне 2015 года, дорогие друзья. Все, мы начали. Сентябрь еще не закончится. Если мы сейчас начнем и выяснится, что долгосрочная аренда, но места никто не определяет. Вот его вот туда. То есть на каждое место надо выезжать. Каждый день надо выезжать и посмотрите. Через 20-30 дней вы приятно удивитесь, что вы уже дислокацию, допустим, по этим вот объектам, по экскурсионке, вы сделали. Следом пойдет мороженое.